У меня вообще сын погиб, ДТП умер, машина сбила, и я пришла за помощью от отчаяния вот сюда, но вообще сын умер. Это нормально, что это у вас в вашей компании? Я понимаю, что было проделать. Бывают конфликты, когда человек пришел, что проделал. Мне ничего не сделают. Я вам ответ предоставлю. Ну что вы, принадлежили, уйти, отдавайте. Конечно, отказ. Отказ? Конечно. Да какая тебе разница, что я сделала, какая тебе разница, что я сделала, какая тебе разница, что у меня идея была. Ударите нахуй. Да. Уже стих. Я проскачу. На скрине прошло. Вот, слился. Откройте нам, юридические услуги нужны. Откройте. 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 Я продала. И там написано, значит, горячая линия, юридическая консультация бесплатно. На этом же сайте, получается, федеральном. От Гусева, значит, бесплатные квоты. Якобы Гусев нам оплатил квоту на юридические консультации по жилищно-коммунальным вопросам. Это пятно на губернаторе. Откройте. 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 Дорогие друзья, у меня к вам огромная просьба досмотреть этот сюжет до конца. Это очень важно. Я обращаюсь к каждому из вас, кто посмотрит этот сюжет. Не забудь в конце видео подписаться на нас, если ты не подписан. Поставить палец вверх, написать комментарий. Желательно, чтобы он состоял не из одного предложения, а нескольких. Чем больше ты напишешь комментариев, тем лучше будет продвигать YouTube наше видео. Вы посмотрите, кого эти компании, вот такие как они, недобропорядочные, недобросовестные, обирают простых бабушек, у которых последние деньги забирают. Она отдала 18 тысяч рублей. 18 для нее это баснословные деньги. Она сказала, что она приходится и полы мыть. На старости лет вот это все, это ужас. Я надеюсь, все те, кто посмотрят этот ролик, эти ролики, увидят эти лица псевдо-юристов. И по-человечески их накажут. Каждый, кто увидит их в городе, пожалуйста, по-человечески накажите их. Именно по-человечески, по-доброму. Как с такими тварями поступают божьими? Ну, вы сами знаете. У меня открытое обращение к генералу Бородину Михаилу Анатольевичу. Прошу обратить внимание на такие ситуации, которые происходят в нашем городе. Вот такие конторы, их много. И у вас под носом они обирают наших граждан. Огромная просьба возбудить уголовные дела в отношении таких контор. В частности, вот где мы сейчас были. Их очень много. Нужно с ними бороться. Прошу сделать на это огромный упор. Наши люди должны сохранить свои деньги и жить спокойно. Вам надо как-то подумать так, чтобы мы сюда не смогли заняться. Участвуем. Что он там говорит? Он говорит про себя, что ему вход запрещено. Чепуха-то чепуха малолетняя. Полиция сейчас приедет. Так мы ее как раз ждем. Полиция-то пройдет. Ну, может, у вас даже под полицию не будет. Я вас рада. Что это замечательно? Конечно. Объект низкий. Очень хорошо. По спине прошло. Ты видел, да? Юрий с тобой водой плевает. Ох, идиоты. Да, в клякну. Они внутри там ветров жили в воду. Представляете, какие? В детский сад. О, окон закрывали. Ох, и детский сад. Ты еще водичкой болей. Линчек показывай. Ты где-то сильно. А то в гостинице кто-нибудь что-нибудь бросит. Тебе кирпич какой-нибудь. Там люди, может, отдыхают. Хорошо, как петельком стало. Чуть-чуть здесь такая. По кушке прошло. Я, пожалуй, чуть подальше отойду. От грека подальше. Только 10. Ты их там курируешь, что ли? Как водой поливать, да? А вот чем. Что он говорит, то я не слышал. Да что-то буктит. Что вы там буктит прочитаете, кайбабка старая. Здравствуйте. Я юристик. Иди сюда. Мы уже сюда моете. Там аккуратнее. Воды могут еще облить. Он меня уже два раза чуть не болит. Раз. Сейчас у меня полиция. Замечательно. А вы участковый? Да. Супер. Вообще вызывал вот молодой человек, который отсюда. Нам было как-то вот, чтобы мы в итоге взошли. Вместе, да, пообщались бы. Общественный контроль. Общественный дежурный дорожный контроль. Пришли здесь мониторить их действия, знаете, наверное, да? Здравствуйте. Вот, 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 вот. Люди провоцируют нас неоднократно. Приходят второй раз еще. Провоцируют, производят съемку. Будем каждый день приходить. Говорят, что распугают всех клиентов. Рассказывают людям. Закон, какого надо решили? Информацию, прочую честь и достоинство компании. Для себя с ним. На плане. Так что мы хотим заявление писать на данных граждан. Документов на съемку. Нет. На съемку документов? Вот. Никаких документов нет, они утверждают, что они общественное общество. Общественное общество? Ты уже заговорился, слушай. Ты уже заговорился, общественное общество. Их сюда никто не приглашал. Общественное общество. Помещение их мы пускать не будем. Деление пока дело, там справку, время на руль. Выпускажем? Да. Пиши заяву, давай. Пиши. Терпила. Терпила. Давай, терпила, давай. Подмигивай-то все. Я просто с ним нормально общался. Объясните, с чем мы связаны, как общение. Вчера женщина приходила от полседневого. Да вы мне объяснили. Не, 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 не. Думаю, это уже край. Ей около 60 лет. Знаете, что? Она вот без камеры там все просто пришла. Ребята, деньги верните вы сюда. Чего вы сюда пришли, как матом погнал? Мы вчера просвечивался, вы встречались. Значит, как погнал ее, чуть ли не пинками, за руку схватил и выпер от себя. Вот представьте, там, ваши родственницы бы так сделали. Я бы. Я вот честно сказать, при мне бы он такое сделал, я бы его руки здесь поломал. Он чму, это вообще как можно, вообще женщина, вот так и еще матами, я лучше уже про руки вообще матчу. Ну да, надо хотя бы даже, если уже. Чекушила бы. Здравствуйте. Сейчас не сюда? Сюда. На консультацию? Нет. Поработать? Нет. Мне просто документы отдать, за что вы хотите. А, я помню, но я ничего не хотел. Пусть здесь есть. Люди на работе. Люди на работе. Да. Да. Работница. Сразу понятно. Идет целенаправленно, знает куда. Так отвечает. Вопросы задает нам другие вопросы. Работница. Отлично. А можно, Антон, пожалуйста, здесь на улице, смотрите, будет. Промогенедельный супонарист. Вот там, дайте распоряжение на спустите. Вы сотрудник полиции. Это же общественное место. Здесь ничего не доверите. Это же общественное место, вы же знаете, центральный полиции. Вы же признаете? А есть у вас документы, которые разрешают? Разрешать что? Что войти сюда? Проникновение туда, назовем это так? То есть нам должны быть какие-то документы, чтобы туда попасть. Они фирмы, которые оказывают юридические услуги. Любой гражданин может туда зайти беспрепятственно. Почему? Потому что они оказывают услуги. Они сейчас не работают или работают? Не могу сказать, это на двух представителей спрашивают. Вот если они работают, то мы вправе туда зайти. Представители на вас спрашивают. А вот смотрите, вам комфортно здесь находиться и послушать? Не могу спать. Наверное, сюда вон пойдем. Мне, допустим, здесь некомфортно. Просто в объяснение уходим. Вы можете с моих слов тогда записать. Я здесь вот постою. Раз вы себе решили дискомфорт, на самом деле, я бы на вашем месте организовал бы нормальную рабочую зону. Думаю, я на вашем месте. А сейчас, получается, вы вот на поводу у того гражданина невменяемого идете? Так, ну что, с кого записать? Напишите. Серов Вадим Юрьевич, а как вас зовут? Представьтесь, пожалуйста. Кулпаев Павел. Еще раз как? Кулпаев Павел. Кулпаев? Да. Кулпаев. А, Кулпаев Павел, отчество? Олегович. Олегович, отлично. Так. Какое заявление и кем было написано? Можно с ним ознакомиться? Ну, прежде чем мы там дальше продолжим, сначала хотел бы с ним ознакомиться. Я же имею полное право. Просто вот вы создали и нам, и вам дискомфорт. Мы бы там спокойненько провели бы время, с комфортом написали бы, и вы пошли бы, как говорится, на службу дальше служить. Так, у нас, как вы закрываете? Данные. А что вы решили, скажите, а что вы решили, что я не могу видеть полностью все заявление? Вот это да. Вот заявление. Вот, можете ознакомиться. Пастухов Сергей Анатольевич. Кулкалкин дом. А, это где он проживает. Пастухов. Пастухов. Ну, и на будущее вы имеете в виду, я как лицо, которое вы опрашиваете, у меня спустил заявление, я имею полное право ознакомиться. В связи с чем? Не встречая молодой, но стрессовая ситуация какая-то. Дедная. У меня выдержали. Много другого не научатся работать. Так, значит, заявление вы зачтете или мне нужно само прочтать, потому что там почерк неразборчивый. Я думаю, вы вышписали или вам? Нет, заявление собственноручное. О, так, значит, а ты же так, то есть по-другому никак нельзя написать? Так, что там привлечь к ответственности гражданина? Я просто не разберу вот здесь, что тут. Это неизвестно. 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 Мне, да, да, да. Который 28-го, придя на территорию, Алексейского 17, провоцировали на конфликт, высказывали оскорбление. А он указал, какие, я скажу, ну, должны быть указать? Он оскорблял. Что он говорит? Оскорбление общего характера. Скажите, пожалуйста, вы уточнить должны были во время принятия заявления? Не, ну, начни, он же уточнить должен был. Нет, нет, там такое принято. Не, нет, нет, а вот он же опрашивать будет? А вот объяснение, объяснение. Объяснение там уже все. А он же дал объяснение? Да, естественно. А больше с ним ознакомимся? С заявлением ознакомились, с объяснением. Так я с заявлением еще не ознакомился. Ну вот, и все. Так, что он тут, подождите, оскорбление общего характера. А дальше что? Общего характера. Произведено, производили видеосъемку. Так, что еще мы противоправного делали? Без моего разрешения. Так. Представились общественным движением, общественным движением и дорожный контроль. Один из них был Серов Вадим. Данный оператор мне неизвестен. Ух ты, он уже не знает меня, уже оказывается. Так вот, значит, Серов Вадим никому не оскорбал, осуществлял видеосъемку. Сейчас. Все хорошо. Написал, что я не уверен, что вы конкурент. Да, вот я и удивлен. А, дрифроживание. А, кстати, он почему про конкуренцию ничего не написал? Как на телефон? 8, 960, 100, 00, 34. Кстати, мы хотим уточнить. К охраннику вообще нет никаких претензий. Ну, вот так сложилось, что они между двух дней выполняют свои функциональные обязанности. Ребята вообще мировые. Постоялись, пообщались. Ну, вообще, все они прекрасно понимают. Но что они могут сделать? Они выполняют свои должностные обязанности. Так, что... Так, 28-го, на 2-го, 20-го. А он что? Ну, как бы... Я здесь. Я находился по адресу. Я находился по адресу. Такой, который здесь указано. Оскорбление общего характера. Это как? Куда это посмотришь? Да куда это посмотришь? Только вот скажи. Какие оскорбления? Ты уточнику задумал. Ты честно тебе отговариваешь, послушаешь. Ты честно тебе отговариваешь, послушаешь. Тебя тебе точно не нужен. Ты куришь, потому что нервничаешь? Потому что любишь курить? Че ты там вормочешь? Вот ты хоть если что-то говоришь, поверни свое лицо, герчатай. Пап, что-то говорит и непонятно что. Да, она самая. Офис один у них. Производит видеосъемку. Да, провожу видеосъемку. Проложу видеосъемку. Локтями тут ходит гусек. С целью проведения... Сотрудника ГУБН можно было? Слушай, а ты хоть сотрудника не пришиби, гусь. Да? Антон же Учискова пришиб. А то будет уже 318-е. Угроза причинения насилия в отношении сотрудника при исполнении. С целью поведения видеосъемки. До 5 лет. Мы здесь были? Да, да, да. С целью общественного контроля. Общественного контроля. Все действия снимали на видеокамерах. Нам это не запрещено, разрешено. Ну, я так понял, вы не так давно занимаетесь этим. Я бы сказал. Да, ну, в общем, крепитесь, как говорится. Нервов вам побоится, посильнее до того, чтобы все было бы спокойнее. Это надо сказать. Да, незаключено, буквально. Я на него заяву не буду писать, я посажу, я разберемся. По-человечески, как говорится. Ну, а по поводу он тогда вот это, что-то, какие-то там оскорбления не было. Данного такого, как бы, с вас, что-то было, не было. Ну, я, поскольку, с него не оскорбал. Оскорблений, с моей стороны, никаких не было. А по его действиям это уже один. Терпилоид. И знаешь, вот реттилоиды, а это терпилоид. Это низшая каста из терпил. Низшая каста из терпил. Так что... Терпилоид. Терпилоид. Все равно, если что, сообщите. Если вам, если удачи, все удачи. Всего доброго вам. Так что, если вы имейте в виду, если забыть вызывать, это значит, мы. Мы здесь не первый раз, вообще не последний. Будем частенько сюда заходить. Ну что, дорогие друзья, вы видели, как ведет себя представитель юридической компании. Это ни в какие ворота вообще не лезет. Я в шоке. Я думаю, вы сами в шоке. И мы здесь будем теперь появляться очень часто. Мы вам это обещаем. Открывайте. Откройте, нам юридические услуги нужны. Нам юридические услуги нужно воспользоваться. Откройте. Нам нужно к вашу... Ой, выигрим. А вот он, Гуль, пошел. Сыча, вот он пошел. Вадим, Вадим, пошел. Он здесь ставил, курил. Пойдем. Тоже двери. Ага. Поверяй, надо было просто сразу, говори, где находится. Что, рабочий день закончился? А что, кроме того, провоцировать ничего не умеет? Провоцировать? Конечно. А в чем провокация? Ты же общественникам представляешься. В чем провокация? Почитай 242 закон федеральный. В чем провокация? Провокатор. Несчастный. В чем провокация? В действиях. В чем именно? Поверяй, ты же юрист. Поверяй, ты же юрист. Поверяй, ты же юрист. Поверяй, ты же юрист. В чем провокация? Ты же юрист. Ты эти все понятия лучше меня знаешь. Ты же юрист. Правильно? Так, в чем провокация? А ну-ка, расскажи. В чем? Она выражается. Саш, Вол, решили, что вы имеете право меня на улице снимать. А, то есть вас нельзя? Ну, если что, да. Разрешение на съемку лично себя я не давал. Отлично. В суд подашь. Ты умный такой. Да. Ну, ожидай. Послушай, а что чем запрещено-то, расскажи. В федеральном законе. Каким? Почитай, ты же юрист знаешь. Слушай, ты глупый, походу. Ну, вот пускай в суд подаст. Ты глупый. Почитай. Ну, люди, которые называют других глупыми, скорее всего, Почему? Я вижу конкретно глупые. Ты по провокации ничего не сказал. Конечно. Какие провокации? А с чего я должен тебе что-то говорить? Так ты мне говоришь, потому что я провоцирую. Я говорю, в чем провокация? О, слился. Представляешь, какие они клиент-ориентированные, а? Знают, с кем разговаривают. Знают, кого принять, а кого дверь закрыть. Палку даже. Сушу, швабру, походу, делали. Претензии кто вас там будет принимать? А? Что, я домогазу беру. Календилек. Домогазу вернусь. Ладно, пусть он все равно вернется, он никуда не денется. Да, домогазу. Давай, что-нибудь купи, там, воды попить. Мы сейчас сделаем таким образом. Мы сейчас вызовем, значит, сотрудников полиции. Да, да. И сотрудники полиции уже опросят, там, пройдут. У вас будет возможность оставить соответствующих присутствующих сотрудников полиции. Раз они так не хотят, сейчас мы их попросим. Да. Вот это клиента-ориентированная фирма. Вообще в шоке. Они такие деньги гребут. Прям вообще пачками. Пачками. Баран-пам-пам. А что случилось? А что случилось? У вас что случилось? Да не, мы хотели войти, но нас не пускали. Нам юридические услуги нужны, они не хотят нам предоставлять. А что-то никаких вопросов, да? Ну, конечно. А что так вот, пусть мы узнать, мы оттуда пришли. А вы оттуда, да? Да. Вы на консультации были, это было все вместе? Да, да. Заключились они договоры? А что? Не заключались они договоры, а подключились. Большой? Ну, лучше расторгиньте сейчас. Деньги какие-то отдавали? Ну, немножко. Не касается кафе. Ну, а я 80 тысяч. Участвовать не знаю даже. Ну, вот женщина, не один просто, человек пострадал. Не один человек. Пострадавший. Кафе, со двора, по-моему, какого-то. Люди взяли деньги, но никаких услуг не указали? Вообще ничего не указали. Не писали заявление, которое ни о чем не говорят. Вот, я ему потом, значит, сказала, я все делаю под ключ. То есть мне нужно там сделать сливитуд. А вы вместе, например? Я сделаю вам все под ключ, но за это нужно там доплатить. Вот, вам будут ответы посылать там из прокуратуры, там, и где. Мы будем их рассматривать, там, жалобы писать, там, или как. Вот, он на суде будет участвовать со мной, так, короче, чтобы мне продлить, сделать, чтобы можно было работы. Все, тянуто, тянуто, посадит меня в кабинет и уходит. Я жду 30 минут, 40 минут ее, понимаете, жду. Потом она предложила мне еще взять, взять ей денег, ну, для главного лета Геннагина. Вот, давайте вот это будем рассматривать, давайте сначала вот это доделаем до конца, а потом уже будем другой рассматривать. Она поняла, что у меня больше она ничего не получит. Я уже 80 тысяч, да, я пенсию откладывала и им отдавала по месяцам. Вот, короче, обещала там и с делом ознакомиться, и с судебным приставом сходить, там тоже ознакомиться. Ничего она не делала, вообще. Я с ней поезжала в суд. Я хотела, когда она сидит, помогает мне, там, я выступаю на суде. Как будто там, ну, правильное слово, юридическое, забыла. Нет, она так смотрит меня, как будто она меня не слышит совершенно, понимаете. Я вообще поразила, думаю, красивое здание, думаю, все. Вот писала с ними, это самое, договор. Не договор, а доверенность. Хотя первый бланк, который мне давали, там написано было город Москва. Я ей позвонила, у нее от лотариуса, у нее, Надежда Геннадьевна, а тут город Москва. О, нет, нет, конечно, поставьте город Воронеж, все такое, старая доверенность имена. Я фугла до Бережда 1700, и ничего совершенного. Это они вас не пускали, сейчас, да? Да, они вас не пускали, да? Да, они вы увидели, да? А вы у них были? Да, да. Но вы деньги какие-то отдали, выключите? Да, да, две тысячи. Две тысячи это... Хотя вы их заберите, но... Да сначала я... На ваше усмотрение, просто пока мы были, мы как познакомились, значит, мы были здесь другим, с другим, значит, клиентом, значит, и ситуация такая возникла, что пришло еще несколько человек с аналогичными проблемами. Просто мы с кем приходили, это у нас, значит, клиентка по уголовному делу, она решила воспользоваться услугами наших юристов, значит, и мы сюда пришли, чтобы, ну, расторгали договор, потому что мы никак не хотели. Значит, и час здесь пробыли, и три человека здесь появилось с аналогичными проблемами. Если здесь весь день провести, здесь столько же будет. А, а еще, когда они... Да, ну, я бы, наверное, я бы, ну, 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 к юристу к своему, у меня... Они сразу, значит, свет закрылась. Они тут свет выпустили, все позапрывались, и, короче, все, идите. И при вас тоже так, Василий. Вот, при мне было. Я вечером думаю, дай-ка я к ним скажу. Все, они работают, свет включенный, все, они работают. Я захожу, я так уже строго говорю, дайте, пожалуйста, мне с кем-то пообщаться, потому что я отключала договор не с отдельным... Пойдем, 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 пока женщина подошла. Антоха, Антоха, давай, бегом. А они... Идите, идите. Конечно, они не откроют. Один, один, пойдем. Мы с вами все, как работа сделаем. Антоха, блист, не подходи. Как они сделаем? Вы только не начали еще ничего. Я думаю, подходит и мака с... С битами на что-то? С битами на что-то? С битами на что-то? С такая пинком дверь, меня зашибает, меня вытокнули, я, честное слово говорю. Ну, конечно, хамство. Про квоты вам ни про какие не говорили. Про квоту, вот. Это вообще разводняк. Из Минюста, про социальные вот эти вот... Это все это развод, чистые воды. Да, для работы вам подешевле сделаем, там положено 50 тысяч. У всех одна и та же история. 40 возьмем. Что это вам повезло, у нас был из Минюста звонок. А 50 тысяч по отношению что? 80. А, по-другому. У нас 50 лет вместе, мы совместно, совместно и проживаем. В общем, 50 тысяч нам положено. Очень ужасно. Женщина сейчас звонила. Женщина сейчас звонила, я ей сказали, подойдите к двери, я мою дверь открою. Какой там квота какая там, здравствуйте. Нет, они как бы посылают документы по... Не знаю, пока. А вы на консультацию сюда? Да. Ну, так скажем, отвело. 2 тысячи, да. Вас отвело, да, потом 20 тысяч. 2 тысячи, да. 2 тысячи, да, потом 20 тысяч. Значит, у молодого человека 20 тысяч было, у клиника 52 тысячи, да, у вас, получается 80 тысяч. Так вы представьте, за час всего. А вы представьте, сколько таких приходит здесь. И они очень грамотно сделали. У них все помещения локальные, друг от друга, чтобы клиенты не пересекались за другом. То есть, они почему-то 3 этажа, недовольные, направляют вниз, и все со всеми работают. Они очень грамотно. Прошла, ксерок, перешла, а сама к нам принимает. У них все, что вы имеете в виду, просто на будущее. Я все, кто вызволил, они вызволят. Правильно. А потом скажут вам, если хотите заняться этим делом, давайте мы будем с вами работать, дайте нам 10 тысяч для начала, или там 5 тысяч за заявление, потом мы с вами все это дело сделаем правильно, все будет хорошо, под ключ. То есть, все работы мы выполнены, какие вам необходимы. Вы будете только отдыхать. Я доверяю с нами, сделаю 1700. Да. 8 тысяч денег не дала. Но не сразу, а вот постепенно, в течение двух месяцев. Какой же я с вами делаю? А мы с вами стоят на месяц. А вы сами не стоят на месяц. А теперь они мне так отвечают, это выкинули. Здравствуйте. Примейте, пожалуйста, обращение. Нам бы сюда участковывали бы сотрудники, любого сотрудника полиции. Ситуация такая. В общем, граждане, юристы занимаются противоправными действиями, по нашему мнению. У вас не проблемы никакие? Пока нет. Пока нет. Ну, просто у людей есть проблемы. Горячая линия. Я позвонила на эту горячую линию, написана юридическая консультация. Мне перезвонили, сюда пригласили и на Манежную пригласили. Ну, я не сильно, как бы, надеюсь, просто пошла посмотреть, что там. Ну, мы можем сейчас проверить. Какая-то вообще непонятная. Ну, вы жалобу подали в эту жилищную инспекцию? Да, конечно. Вам ответ еще не пришел? Ну, я только сегодня... Нет, у меня есть ответ, когда я сюда, в эту жилищную инспекцию. Вчера пришел уже от заместителя нашего руководителя, кого-то, Минопола, тоже просто ерунду какую-то подописали. Ну, я всю эту ерунду послала, значит, главному нашему Российской Федерации. И там же я сразу думаю, ну, что такое, надо что-то делать. Ну, вот с такими телефончиками, как вы говорите сейчас, если они мошенники, то же самое есть сайт президента Российской Федерации, где написано «бесплатная юридическая помощь, горячая линия». Я точно так же позвонила, отвечает женщина с каким-то нерусским акцентом. Я спрашиваю, вы кто? Сразу. Она говорит, вы же хотели юридическую консультацию? Я спрашиваю, вы кто? То есть это от президента? Написано прям сайт от президента Российской Федерации. Да, я спрашиваю, вы кто такой? Правая рука президента. Да, вы кто такие? Они не на русском, прям все лопаны русские. Мы там из Казахстана. Я говорю, вы каким образом стали представлять президента там? А как раз были прямая линия президента. И я туда начинала звонить. В общем, в итоге оказались мошенники просто-напросто. Ну, я зашла, значит, написала письмо президенту, написала, что вот по такому-то номеру телефона, вот такой-то сайт, как бы сидят мошенники. А у вас ссылка не осталась на этот сайт? Ну, я думаю, это легко можно найти, потому что их много. Ну, мне почему-то так не попадают. Ну, зачем же влуденье отдавать, вы что? Как я удивлёшь. Вадим, это обалдеть. Вот это вообще из тех, кто какая-то нравится. Ну, вы как же личная инспекция, как вы, поможете, не поможете? Смотря какая проблема. Вы знаете, как можете записать телефон, позвоните, мы общаемся. Давайте, потому что у меня что-то уже... Вот видите, они даже мне прислали вот сегодня приглашение, вот пишут юридическая компания. И названивала уже несколько раз. Семнадцать уже, а она в них семнадцать. Мне сказали по консультирую. Да, это, ну, да, естественно, нормально будет. Ну, да, а дальше думай сама, платит и платит. Здесь даже или нет. Всё, или нет. Про квоту вам ничего не говорили? Это красиво. Мы вот многим говорили про квоту, что там скидки какие-то от губернатора и от президента. Мне скидки объявили, что квота региональная от губернатора города Воронежа. А мне от Гусева. От Гусева, значит, да. Бесплатные квоты, якобы Гусев нам оплатил квоту на юридические консультации по жилищно-коммунальным вопросам. Вы знаете, они в политику уже полезны. Им этого Гусев не простит. Ну, вот как видим, дверь не открывает. Пришли 15 часам, значит, пригласили на консультацию. Нашли с трудом этот адрес, но дверь никто не открывает. Вот вы еще не стали клиентами, а могли и стать. Ну, не открывают двери. Человек хочет быть вашим клиентом. Вы клиента ориентированная компания. Откройте. Трусы. Я думаю, что нужно позвонить сейчас Гусеву и узнать, как работает его консультация. Вот мы сейчас сотрудники полиции приедут. Мы сейчас по этому поводу еще и с сотрудниками поговорим, как вообще так. Каким образом? Гусев замешан. Я получил мою квоту, получается. Люди получили деньги за мою консультацию. Следовательно, они должны услугу мне дать. А вас не пускают. А меня не пускают. Это пятно на губернаторе. Благодаря их действиям. Ну, получается, они требования губернатора не выполняют. То бишь, получается, они воруют деньги. Либо их придумали эти требования. Или они обманули, пользуясь имени губернатора города Воронежа, для того, чтобы поднять свой статус, свой авторитет, для того, чтобы люди к ним пришли. У вас, случайно, запись разговоров не пишется, когда звонили вам с этим? У меня только есть смс. Я вам показывала смс о том, что куда мне приходить, когда и во сколько. И номер телефона. Это, конечно, я, честно, в шоке. Куда они только лезут, а? Ну, так как сайт, значит, телефон был на жилищная инспекция Российской Федерации, там находился, это телефон горячей линии, именно там я позвонила. Вот. Но этот сайт явно не относится никакому государственному органу, он просто так называется. Получается так. Может быть, он левый, да, может быть, он двойной. Но вот какая-то женщина сейчас идет, может быть, она консультант наш. Да я что-то сомневаюсь. У вас рабочий день с 10 до 19 часов, ежедневно, и выходные дни. Откройте, пожалуйста. Мы хотим получить услуги, которые вы оказываете. По региональной льготе, по квоте. От Гусева. Из Минюста. Из Минюста и от Гусева. У вас много благ вы какие дарите. Вообще разводняк. Так, послушайте, вы посмотрите еще раз, поднимите. Сейчас Даня буду вести с нами в центральной льготе. Передак сейчас. Они вам уже начали. Они что-то говорят. Ой, здравствуйте. Давайте. Выходят. Вы не заключали договор? Никакой много людей. Скажите, а вот мы не могли сказать, почему-то компания. Романя не работает. Что такое? Что такое? Не работает. Кто не работает? Опа-на, опа-на, ты посмотри. Не работает компания, так что прощайте. Все закрылось, свернем лавочку. А, нет, открой. А, заработало. Открою. А вы обратитесь к нам, скажи, зарегистрироваться нужно. Обратитесь. А вы не можете подписать? Да, конечно, давай. Нужно претензии подписать, отлично. Давайте сейчас доделать. А я на первую печать поставлю. Не, сегодня не производим, берем технические причины. Печать не ставится в таких банках, поэтому просто поставим. Чтобы я не стояла. Только подожди, подожди, вот здесь дату поставьте. Дату и подпись вашу. Ух ты, здрасте. Опять вы. Снова здравствуйте. Тебя ж говорил, мы встретимся. Сядь у нас, какой тем человек? Я сегодня два раза женщина. Я понимаю, но по техническим причинам. А что у вас за технические причины? Ну, ремонт в офисе. Ремонт в офисе внезапный. А вы кто, извините? Присудив по доверенности компании. Кто? Представитель по доверенности компании. Это мне ни о чем не говорят. Вы кто являетесь-то? Представитель по доверенности компании. Что такое представитель? Какой компании? Ну, так являетесь. Представитель того, охранника? Ну, если вы не понимаете, к сожалению, по-другому не могу объяснить. Я хотела бы с юристами поговорить. Так нет, у юристов офиса, понимаете? А куда же они делись? А куда они делись, если час назад они мне назначили? Нет, представитель по доверенности, еще раз повторяю. Представитель по доверенности компании. Предоставьте свою доверенность. А на обофисе. Ну, принесите, покажите. А то мы сомневаемся у вас Я сотрудникам полиции предоставлю, а вам ничего не будут Вот сотрудник полиции Я ему предоставлю, у него есть моя доверенность У вас есть его доверенность? Где-то в отделе должна быть В отделе есть, да, доверенность? Это хорошо Где, вот здесь его посадят? Да не, я так Пусть примет Он должен с доверенностью еще быть А у него доверенности никакой нет Ну ладно, пускай будет так Ну, по крайней мере, как говорится, морду лица зафиксировали Ну не знаю, пахнуть хотя бы попросить у человека Кто он такой-то, неизвестный дядя Вы смотрите, как получается Мы с него взять даже ничего не можем Он даже не признается Знаете, что у нас есть фамилия, имя, отчество его? На данной его есть Молодой человек, вы только не уходите Здесь сотрудники полиции приехали Ну я сам сотрудникам полиции Сейчас мы вам определимся Где вы будете сидеть, в какой колонии Слушай, Урюк Пойди сюда Скажи, пожалуйста, ты вот на женщину Руку поднимал, да? И матом говорил, правильно понимаю? Пойди сюда, чекушила Эй, Вась, Вась Они были закрыты А когда они вот уехали Репортеры там не было кто Я вечером пришла к ним И хотела сказать, ну У меня сегодня встреча должна быть Так что она не состоялась Потому что вы не работали Сейчас вы работаете Вы приходите, дайте мне кого-нибудь Так что он сделал? Он сказал мне Он подходит ко мне Я сидела с юристом Он подходит ко мне Вот этот И прям такой Матом такая, сякая Быстро встанет Быстро ушла Я вообще Так вот опешили стою Сижу Не могу встать Вон отсюда Хватает мне за рукав Вот так вот И выводит Пинком открывает Вот эту дверь И вот так вот Не выкинул Еще раз придешь Приняй на себя Вот заявление по этому факту Нужно будет принять В отношении вот этого вот Крензелька Он сейчас может удрать Значит А здесь еще другая ситуация Здесь вообще мошеннические действия Они под видом Квоты от губернатора От Гусева Какие-то тут Предоставляют Крензелька Какие услуги Якобы губернатор Гусева Платил мою консультацию Якобы прям Вот только с 1 марта Такие услуги даются Теперь вот они мне название Все, как вы делаете Держите, мы его все подписали Ну, сейчас же можно Делаем Давайте сделаем Смотрите Там, где вы получали У вас Ну, как мужчина Вот он вышел Получается Вы берете паспорт Его можно как-то Угостоверение у него проверить Документы, паспорт И просто скажите мне, может ли вы прекратите Кто это? Мужчина Я знаю Жалобы были на него Соответственно Обреждание Что он представитель Того Того То есть уже были Жалобы на него Представитель А кто? Представитель чего? А на организацию На это были Жалобы Давно? Вадим А как жалобы Были, писались Вадим Вадим Жалобы писались Оказывается Такое организацию да да вот только заявление заявление писали а сейчас много заявлений будет сейчас этот каренделёчек да а вас а вы может 2000 просто скажи мне нужно вам ничего еще не успели оказать и тогда сейчас придется дома нам брать штурмом гражданка руки на есть такая на ней нету сейчас он пришелся я его помещение я не знаю сейчас на всю ночь не будет я не знаю поэтому если есть ну тут я не знаю конфликтов в основном то что да он пускать не хочет это под и заявление да уже форму сформулировали я смотрю тут все нормально идет сейчас надо будет денежки что вернули сейчас сотрудник полиции кончат разговор и еще вызов не будет поскольку еще задержусь фута никаких не оказалось к алексей сходи давай-давай-давай прошу прощения зацепил давай-давай-давай я здесь пока побуду готовы у вас сколько я понимаю день выдачи правил нет еще они не хотят когда вы заключили то пойдемте у нас хоть и технические причины сегодня честно сказать когда вы сказали вот про то что он вот это вот сделал оскорбил вас у меня так второй раз когда здесь был у меня так руки чесались ему морду набить уроду этому молокосос ты молокосос молокосос только и может и на слабых только можешь огрызаться и матом говорить да на дедушек с бабушек дать морщики себя так могут вести передо мной стоит прекрасно можно здесь только один здесь и порядочные люди кроме тебя понял паре пальчик поломается если не очень пальцем тыкать нельзя воспитанность лишь краш попросили что подумал что у них есть нету штампа так здесь много кто обращался под этим фактам да ну сколько примерно но я как бы не считал не могу сказать явно больше 1 3 утверждать не можем и смахит что-то мошенник вот уже заявление пишет мне к сожалению нет типа техническим причинам компания не работает они не открываются если вы обратите внимание я не сотрудник полиции на участковом обращайся на консультацию к ним это вот они вы видите какой внешности как этих вот такой непорядочный приемов не ведутся за счетами на клиенты просто пришли они закрыли сразу не работают не работают вы сотрудник я тебе он сотрудник я сотрудник значит у меня на 16 часов сегодня сегодня приемов не происходит по техническим причинам так объясните почему я шум сказал по техническим причинам ремонт работы будут производить знаете какие ремонт работы вот смотрите вот пострадавшие клиенты вот они уже клиенты а вы вот могли стать можете пообщаться пока вот я уже клиент а вы уже клиент вы заплатили деньги да я заплатила сколько много заплатили вот 80 тысяч заплатили ничего не получили а что у вас случилось мы где-то общественное движение мы помогаем людям которые пострадали конечно что у вас случилось значит у меня электрощечек досрочно вышел из строя а значит у него поверочный срок 26 год сегодня в декабре 19 я с ними с ними заключена зал ключ заключила договор значит они подготовлены документы но там все что нужно для того чтобы а значит поставить заменить испорченный на срочно вышедший из строя счетчик деньги у меня по договору взяли а сколько они за вас денег я не знаю я должна говорить могу да не думаете если ничего такого абсолютно нет я с них что-то смогу стрелять нет это на самом деле грамматично вот 80 тысяч должны одному человеку другому человеку должны пятьдесят две тысячи другого 20 тысяч и таких людей много 18 тысяч за что вы отдали 18 тысяч за то что они организуют вам замену счетчика нет кто мне заменит и из той организации возьмут деньги открой подлый трус засуетился да попрятались мышки мышки в норке мыши точнее крысы а и Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok